Отчетной шанс для команды Астралис, так сказать, убрать эту самую баранку из графа побед, потому что пока что удручает ситуация 0-6. Да, были игры, в которых Астралис чувствовали себя неплохо, против Миссис на первой неделе, против Модлайн сцеплялись, но вчера против ПДС в игре, в которой вроде бы в теории Астралис должны были чувствовать себя прилично, датская команда не показала вовсе ничего. Давайте уже как раз к версусу перекатываться, где у нас две команды, которые в прошлом сезоне были в шаге от того, чтобы попасть в плей-офф, но до сих пор остаются двумя единственными организациями в ЛС, которые в плей-офф ни разу, к сожалению, не были. Давайте к составам перейдем, потому что у нас там прекрасные игроки. И у нас тут Фин Маркон, Нюгдак, Патрик, Микки Экс теперь с этой недели. Янгбак и Нельсон тренируют XL. Команда вчера уступила. Модлайнс, в общем-то, могла легко выиграть, но не задалось. Вроде бы доскейлись, но вот один темфайт не в их пользу, и в итоге весь скилл ушел в никуда. Вайтнайт, Занзар, Дажор, Коби, Промискью, Эоди тренирует состав. Астралис. Хочется все время назвать эту команду датской, понятно, что датчане тут не превалируют. Команда европейская, такой микс, но пока что 0.6. Михаил, за что цепляться команде Астралис? Честно, я не знаю. То есть идей именно нет, потому что после вчерашней игры... Михаил, так дела не делаются. Вот ты тренер команды, тебя назначили в коучем Астралис. То есть Михаил нас вот должен спасти, нам нужно что-то, нужно встряхнуть команду, чтобы одержать реалистичные цели 2-3 победы за сезон. Что нужно сделать? Нужно поменять состав, нужно изменить концепт или нужно сделать еще что-то, что тебе кажется прям вот радикально? Смену состава... Я не буду ничего говорить о смене состава, опять же, потому что слишком много хейтов в сторону Промискью. Я к этому движению добавляться не собираюсь, хейтить игроков неправильно. Со всех точек зрения с моральной, с киберспортивной, так нельзя. Вот. В принципе, в плане пика, просто пикнуть комфорт и себе. То есть дожору кому-нибудь плюс-минус агрессивного мидлейнера ни за что в жизни нельзя. Пикать дожору Корки, Райза, то есть чемпионов, которые ставят Скеллицы, просто нельзя. Просто нельзя. Пикнуть ему какой-нибудь Векс и будет все хорошо. Пикнуть Занзи приятного Лесника и главное просто Занзи, вчера он именно расклеился. Это было заметно, то что он расклеился, он был не собран, его просто инвейдили в его же лес, выбирали у него бафы. Он был минус 2 левела на протяжении всей игры. Просто собраться, то есть не майнсет подправить. Мне кажется, проблема есть не только в самом скилле команды Астралия, но и в самом майнсете. Потому что после 8 поражений подряд, я думаю, ну не слишком сильно команда вот прям заряжена на победу, уничтожает своих противников. Нужно собраться, нужно начать больше раскрывать промискил, потому что промискил умеет играть. Вопреки мнению большинства, промискил умеет показывать хорошие мувы. Да, у него очень много плохих моментов. Да, у него хейт по многому заслуженный в его сторону, но не во всем. У него бывают хорошие моменты. Просто главное на них сосредоточиться, их показывать, дать Декерри заскелиться, не давать своему батлейну улететь в какой-то лютый бехайнд. Поддерживает Дожор на средней линии, потому что на Дожора очень большое количество прессинга оказывается именно из-за того, что Дожор предпочитает каких-то более агрессивных чемпионов, и команда противников не дает ему агрессию какую-либо воспроизводить в игре. Просто больше поддерживает Дожору, Уайт Найт и сам справляется. То есть с Уайт Найтом проблем вообще никаких нету. Он хорошо фланкует. На том же самом Кенноне были неплохие фланки, были хорошо прожатые самонерки. Уайт Найту просто нужно пикать чемпиона под команду и все. То есть в основе упор делать на мидлейн и не давать боту опять же в какой-то лютый бехайнд улететь. И все. И главное опять же майнсет. Майнсет это очень важно. Я понимаю, что сейчас в киберспорте с майнсетом сложно, потому что у нас ограничения. Команды не получают поддержки от своих зрителей именно прямой, когда ты на сцене играешь. Там стоят люди с плакатиками, там с твоим никнеймом, с твоей командой, с поддержкой, там кричат Австралис вперед. Естественно такого нет. Это тоже оказывает некоторое влияние. Но нужно собраться. Тем более сейчас противник хоть и сложный, крайне сложный для команды Австралис, XL, но надо постараться. И плюс есть возможность надавить немного на батлейн, потому что команда только недавно сменила саппорта. И саппорт был важной частью команды Австралис. Это был от Виены. Как правильно Старки отмечал, от Виены был одним из основных игроков своей команды. Он очень много делал для нее. Он давал колы, он поддерживал дух в команде. И вот когда его заменили, причем не спросив об этом команду, надо на это давить. Еще пара таких предложений Михаила. Есть риск закончить как Старки на чемпионате мира. Мы такого не хотим. Сэн Кейлин, Twisted Fate, блокируется у нас начинается уже, конечно, драфт. Австралис на синий. Не хотят играть на приоритетных АДшников. Хотелось бы, чтобы, конечно, Шаю они не ферстпикали сегодня. Потому что в драфтах есть определенные проблемы у Австралис, потому что команда видно, что персонажей не так много наигранных, в которых уверены и все время как пытаются быть немного... чуть-чуть в фэнсе, так сказать. Из-за этого остаются и Николай остается без приоритетных пиков, и White Knight приходится на играть через карту, которая не сильно сейчас жесткая. Ну и, в общем-то, не получают дивидендов достаточно Астралис от своих драфтовых решений. Трандал продолжает блокироваться, корки, Twisted Fate. Здесь как бы XL сильно никого не удивляют. Посмотрим, что здесь будет. Есть Ксинжао. Наконец-то приоритетный какой-то джанглер для Николая. Не там Вьего очередной, который пока что безимпактный. Поэтому именно как раз у нас... Ну, мало вероятно, что Райс. Вчера тоже такой был на сцене, когда Гвен взяли. Пока что у нас как раз Джинкс Лисин. Лисин Маркун был один из лучших в лиге. На прошлой неделе как раз там бахнул в карте, которую XL выиграли. Там прям уничтожал, кстати, оппонента. Есть Джинкс, есть в чем поиграть. Можно какую-то Леону взять, но наутил с того же самого. Все-таки Мики Экс как раз из таких игроков, которые готовы ингейжить. И Векс достаточно рано в Блайн. Ну, вот такое. То есть опять вот набирают Астралис, представляешь, на которых уже играли в этом сезоне. Даже не один раз. Но здесь драфт, по крайней мере, он уже агрессив. Ну, пока выглядит комфортно. То есть мне нравится то, что сейчас делают Астралис. То есть они до этого отдавали White Knight у чемпионов, которые работают чисто на команду, которые просто стоят на топе с кейлиться, потом прилетают на телепорте, в Teamfight'е что-то делают. Сейчас отдали Гвен, скейлищийся пик, который может сам себя на линии, в принципе, реализовать, если матчап не слишком плохой. Крокодил все еще open, и могут его сейчас X-ray для себя забрать, если опять же Астралис крокодила не отбанят. Мало вероятно, что Николай... Но пока выглядит как хороший драфт для Астралис. То есть уже взята приятная для Дожора Векс, он на ней очень хорошие реформансы показывал. Самая первая игра Астралис, Дожор на Векс, это было великолепно. То есть за ним было очень приятно наблюдать, за его смещениями по карте, за тем, как он косты жмет, это было шикарно. Плюс еще, опять же, для Занцы, как ты и сказал, очень такой влияющий на карту пик это Ксин. Пока выглядит как то, что Астралис понимают, что они делают. Хотелось бы это верить, потому что пока что такого ощущения от игры команды Астралис в этом сезоне не сложилось. От того, что команда именно знает то, что она хочет. Вопрос в том, о чем Коби будет играть, он довольно открытый прямо сейчас, потому что нет четырех АДшников, пяти, если считать Джинкс, и даже почти шести, если считать Синдру. Поэтому не так много именно приоритетных персонажей на нижней линии осталось. Есть до сих пор Джин, которого можно взять. Хочешь ли ты на Джине играть, вопрос спорный. Вряд ли будет Зерат. Зерат, конечно, иногда появляется в нынешней мете, но он появляется почти эксклюзивно с Джином. Вейгар тоже вряд ли. Это, скорее всего, ко вчерашнему дню, так сказать, отсылка. Если только не прям тренировали его жестко. Поэтому забирают здесь. Вейгар до сих пор в теории Флекс, потому что Миккейк в свое время играл на Вейгаре на позиции поддержки. И можно погонять. Против Ксинжал отличный пик. Гвен неудобно против него играть. Да та же Векс, в общем-то, не может там особо сильно прилететь никуда, если, как говорится, Вейгар клетку себе под ноги ставит. Поэтому посмотрим сейчас, что с этим персонажем сделал. Вчера, я думаю, проблем в Вейгаре никаких не было. Делал он то, что мог. Да, его Акаль там сгрызл в решающем тимфайте. Ну, ничего страшного, бывает. Люцин забирается, судя по всему, и рыба вместе с ним. Нами тут же. В общем, Астралис взяли, конечно, лейнбулев персонажей. То есть, мидлайн, который готов убивать с Игнаетом приходить. Батлайн то же самое. На топе есть Гвен в Джейса, то есть матчап волатильный, особенно если джанглер туда приходит. А вот XL, то есть, сильно куда-нибудь торопится. То есть, здесь Вейгар, здесь Джинкс Лула, судя по всему. Джейс там, пока Мураман настакает, не особо хочет воевать сильно. Поэтому, тут вопрос, конечно, мог ли Михаил Астралис играть от себя? Мне кажется, могут. То есть, все для этого такие, знаешь, заявочки есть. Заявочка на победу, она имеется. То есть, есть лица Нами, хорошая комбана Батлайн. Плюс она early-геймовая, что... Стоп, это... А, все, я испугался. Я сейчас очень сильно испугался, потому что я смотрю на драфт, а там как бы Вейгар топ. У меня просто сердце встало. Я понял, что до конца еще команды не досвапались. Естественно, это будет Вейгар мид. Интересный эксперимент от команды. Вейгар топ не звучит плохо, прям против Гвен. Да, кстати. Зыша играет на Викторе в Гвен, например. Достаточно успешно. Вейгар в Гвен. Ну, такое. Ну, здесь, конечно, не будет. Понятное дело, что Джейса берут. А выиграют ли Астралис, Михаил? Точно говорить о том, кто выиграет до конца игры, мне кажется, нельзя. А, нет. Нужна, Михаил, уверенность. То есть, вот ты пришел, вот ты пришел, задрафтил Астралис персонажа, сейчас, да, там, Векс, Ксинжал и так далее. Есть ли Вера? Вера есть, но 100% я бы на Астралис не поставил, потому что они сейчас играют от самих себя, именно от каких-то личных достижений на линии, на протяжении лейн-фазы. И с учетом того, как Астралис зачастую играют с его Винка и боятся своих оппонентов, я не думаю, что на них это может получиться. Но, опять же, шансы есть, а про шансы Астралис и про то, как, в принципе, пройдет игра, нам расскажут наши великолепные комментаторы. Юрий, Артем, вам слово передаем. Спасибо большое, Михаил, получается. Артем, что ж, ты готов? Ты готов, Артем? Я готов. Я готов, Юрий. Я готов. Артем, я тоже готов. Я готов. Вы готовы, друзья, в чате? Вы готовы увидеть то, что у нас счет 0-0? А это очень хорошо, потому что нет спойлеров в следующей партии Астралис против XL. Вот сейчас и посмотрим, Тёмыч, на твою личную оценку уровня команды XL с новым саппортом, раз вчера тебя не все устроило. Шансы того, что сейчас себя все устроит, наверное, чуть выше, потому что оппонент, откровенно говоря, слабый, да, будем называть вещи своими именами, совсем ничего не клеится у команды Астралис. Может быть, сейчас у как раз них есть шанс для того, чтобы реализоваться против коллектива, которые только-только вот там какие-то у них проблемы, замены, никто ничего не понимает. Может быть, сейчас надо ухватиться за эту возможность? Да, мне кажется, как раз-таки, поэтому я и закинул сегодня свои предсказания на Астралис. Замена XL хорошая в плане какой-то, наверное, медийности, я бы сказал. Но, во-первых, сам факт обращения с Adrien мне не понравился, потому что XL делает это не первый раз. А когда вот так вот, знаешь, после двух недель вы убираете саппорта, который в целом неплохо себя показывал, он очень хорош был в связке с Маркуном, и по сути, XL должны быть, знаешь, что по сути, благодарны Маркуну и Adrien за прошлое лето, потому что когда они пришли из второго состава, они реанимировали тот сплит для британской организации, и когда вот так вот саппорта заменили, я читал там, вот, Витлонгер в Питере, где он рассказывал про то, как он себя чувствует после вот этого всего события и действия. Вот, и плюс, опять-таки, смотря на переговоры команды из подслушанной LSE, смотря на какие-то другие контенты вокруг команды, такое чувство, что Adrien был очень важной частью именно коллектива вне игры, в плане именно поддержки какой-то морали, он был очень общительный, много шутил, и в игре тоже был очень важным голосом. Пока они с Микки Иксом, команда, сработается, пройдет определенное количество времени, как мне кажется. Именно поэтому, я думаю, вот именно на текущей неделе XL, скорее всего, стали чуть слабее, чем были на прошлой, но в перспективе на бумаге они должны стать сильнее, там, через две-три недели, когда нормально сыграют в новом спорте. Так работает только на бумаге, по факту бывают ситуации разные, начиная от тех, в которых новый саппорт приносит больше, чем старый, это просто факт, такое бывает, когда любой новый игрок просто лучше, просто лучше и все. Также, когда команда не сыгрывается ни за две, ни за три недели, а просто, то есть, даже не потому, что новый игрок хуже, она просто не сыгрывается, и все, вот просто не идет. То ли потому, что слишком запортили, знаешь, вот это изменение. Но, с другой стороны, ну, все-таки можно понять команду XL, все-таки Микки Икс далеко не самый последний игрок в регионе, так скажем. Все-таки надоело все его место, каждый сплит, и хочется, наконец, в плей-офф залететь, наверное, хотя трудновато это будет сделать в текущем сплите, потому что шестерка таких прям вот оптимальных команд, которые должны быть в плей-офф, мне кажется, у всех сформировалось в голове, и шестой слот как раз пока что занимает Мисс Витс, но, понятное дело, по ходу сплетающее многое может поменяться. В целом, когда я увидел, знаешь, еще вот этот вот анонс, сначала было то, что, по-моему, от Виена уходит, и нужно было понять, вместо кого... Нет, дожди, я не хочу вспомнить хронолог. Короче, в какой-то момент я подумал, что Микки может быть в Астралии с места про Мисс Кью, и я сначала обрадовался, но потом, когда узнал, что вместо Адвина в Excel расстроился. Так, на топе происходит у нас сплит-экрана. Финн чуть не помирает на этом дайве, при этом еле-еле живет White Knight, Марку, он все-таки надайвливает здесь соперника, дальше на поте временем Коби погибает. Коби погибает! Коби погибает, Артем! Артем, я только хотел обратить внимание на то, что в работе-то особо ничего не происходит, но есть вероятность, что режиссер трансляции буквально предсказал происходящее, разделив экраны вот таким вот образом. И поэтому два убийства зарабатывает для себя команда Excel. Ужасная ошибка на боте. Погибает Коби. Артем, выдыхай! Артем, Артем, ты практически как бобер, потому что надо выдыхать. Прихуй, сейчас. Запрещено линии про миски. Крутой бобер. Крутой бобер из моего детства, скажем так. Тысяча золото преимущества Excel. Первое убийство есть уже для Патрика, при этом на суммонерке потратили оба-таки. Ремники и промиски остались со своими боевыми заклинаниями, поэтому в теории можно будет еще на какую-то драку на боте посмотреть. Дела плохо идут так же и на верхней линии. Пока все в руках у дожора. Вообще, кстати, дожор, мы его так, знаешь, как-то рутифицировано произносим. Но вообще никнейм его произносится как дейор. Но мне кажется, произносить дейор будет не суперкомфортно. Мне кажется, радовалось все это время произносить стейор. Ага. Ну а почему у нас дожор? Да-да-да. Чем отличается дожор от стажера? Ну, то есть, вторая половина никнейма одинаковая. Вот. При том, что, как бы, стажер всю жизнь был стейос, и его никогда никто не спрашивал, как бы, стейос или нет. Потому что он всегда был стажер. Он настолько для всех стал стажер, что он даже ридеймился из стейоса в стажер. Так что, я предлагаю, знаешь, ввести возможность печатания кириллицы и VLC, чтобы дожор, так сказать, последовал примеру. Вот. И можно же по-русски писать. Патрик пока прям подушивает нижнюю линию. Коби постоянно подпухивает. Но у Коби, правда, есть еще заряд хпшники, который он уже как раз съедает. Миньоном Патрик выходит вперед. И на топе вперед выходит Кин. И пока в целом XL полностью игру контролирует. Очень важно, как пойдет матчап на центральной линии. Потому что если кто-то из этих персонажей получает для себя преимущество, они смогут после этого забирать приоритет из-за дополнительного давления. Потому что есть какой-то плюс-слот. И можно будет какое-то давление на карту оказывать. Потому что и у них Дака есть хищник, с которым он может перемещаться по карте. То же самое и с дожором. Он любит ромить. Патрик стревает. У него нет скачка. Занзар должен вот здесь забирать. Успевает Занза прыгнуть до того, как были поставлены кусаки. Поэтому Патрик понимает, что стоит как бы и намять оппонента. Однако почему Коби килл не отдал, не ясно. Знал, что у Патрика нет заклинаний призывателя. Не решил рисковать. Не решил терять лишний хп от автоатак Патрика. Это непонятно. Занза, ты понял, да? Занза не хотел терять лишний хп. Может быть, поэтому решил не рисковать в темпе, сыграть. Вдруг там кто-нибудь выпрыгнет. Из угла, Алисин, Доскик. Ну, непонятно, что-то. Так, четыре-мэн-топ происходит сейчас. От Эксель, Микки также смещается. Но здесь контрольный тотем был. И Вайтнайт должен это все респектить. Но он теряет еще один большой выиг. Там еще и пять ренжей. Тачаночка. Все-таки подходит. Жадничает все же. Все же жадничает. А может успеет. Смотри, а может успеет. Нет, не додавливает его. Знаешь, что есть поле. Знаешь, что Занзара с Дажором уже находится рядом. Поэтому Эксель не идут дальше. Однако заходит Ассель. Или не оппонентом. Да, Занзару. Обыграть здесь, зная, что есть уже и Ярость Дракона у Маркуна. Потому что шестого уровня от Занзара селёшь пятого. Сколько времени потеряли Эксель? Ничего не сделали в лесу оппонента? Ну, попробовали какую-то ротацию совершить. Но хорошо Астралис это закондрали. Потому что и Дажор сместился, и Вайт Найт вовремя отошел и потом вернулся. У них Даг такое чувство, что искал какую-то клетку. Финн встрял на топе. И скачок должен будет спокойно здесь выйти. Вдвоем заходит на Фина. Финн пока еще живой. Спасибо, как говорится, за это. Последняя ульта не добивает от Вайт Найта. Такое ощущение, как будто мог бы даже и скачок не нажимать. Как-то показалось. Ну, там мог Занза W попасть. И в теории там как-то притянуться. Поэтому в целом пойдет. Пойдет. Не так много внимания топа уделяется. Если бы он попал своим ветром и молнией, то Финн бы погиб даже без притягивания. У нас АДшники смещаются. Герой будет здесь. Телепорт нажимается Финном в верхнем сайте. А у Вайт Найта нет ТП. Все, это Герой за командой Эксель точно. Он тестит такого самоубийства. Поэтому Коби возвращается на нижний сайт. Это моя любимая. Знаешь, когда тебе говорят, иди сюда быстрее. Пришел. Ладно, все, иди обратно. А почему тогда не остаться было, ни пачку, ни допушить? Ну, как бы, а вдруг драка будет. И вражеские, допустим, это керри пойдет. А ты не пойдешь. И в итоге у соперника будут численные преимущества. И все будет совсем плохо. Поэтому, как бы, чуть-чуть прошелся, прогулялся. Может быть, даже будет ситуация, в которой тебе скажут. Все нормально, все хорошо. Сейчас будем драться. 1200 преимущества у Эксель. Дефит свою вышку Т1. Не теряют пока что крипов. Патрик приходит вовремя. Вот спокойнее стало. Немножко Коби дали ему подышать. Три пачки он на боте там спокойно простоял. То есть, первый он в пограничном плане отпушивал один в один. Потом две спокойно запушил почти в соло. Промиски не шестой. Но и Мики Икс не шестой пока. У Маркуна есть убийство. Есть позитивного в плане леса для команды Эксель. Потому что зацвот на боте килл получил. Надо же чем-то отвечать. Вот у Маркуна тоже килл есть. На топе пока не так сложно Джейсу. Потому что есть содействие. Более того, плюс 10 крипов у него есть. В нормальном тэпе идет. В адекватном. Есть зазубренный кинжал. Есть лайфстил. Уже есть капли, в которых 114 стаков. Кстати, нюкдак получает для себя синюю усиление. И главный вопрос, Артем, на который мы так вместе с комментаторами элэси англоязычными пытались найти ответ, что же будет собирать нюкдак. Кстати, вчера, по-моему, так и каплю не дособирал до конца. Нет, если я не ошибаюсь, нюкдак. По-моему, она у него оставалась и не до сока. Кто-то вчера из медлейнеров точно купил себе каплю. Я не помню этого, но три предмета первых полных были собраны точно без участия капли. Да, да, да. Вот каплю просто даже до конца нюкдак не собирал. То есть просто, чтобы была мана, Архангела там не было. Плюс я вчера еще... Так, Маркун здесь на топ заходит. Вайтнайт, понятное дело, скачка нет. Но тут желовато будет его убивать. Плюс еще и Занза с Дожором рядом. Забирают этого крабика себе. Контролируют реку. Пока до мид плюс джангл от Занза и Дожора двигается пока неплохо. Хорошо, что забирают, а не потанцуют его, Артем. Потому что ульта идет от нами на данный момент. И ни по кому не попадает промискью, миссайт. Несмотря на это, бунерост был дан. Микк иксом. Вот обстрел Коби. Артем. Есть ощущение, что твои знания этих тока как бы канули в лету. У меня нет... Просто. Просто Артем, просто как... Вопрос очень важный. Да. Раньше в LSE играл топ-плейнер с никнеймом Дан Дан. Так? Если бы он был саппортом в данной ситуации, получается, буйный рост был бы Дан Дан Дан. Артем... Я понял. Артем, начинает пахнуть вчерашней трансляцией уже, поэтому потихоньку вернемся в игру. Потому что здесь Фина давит вдвоем, у него уже нет скачка. Также он дал еще и откидывание, поэтому без проблем его забирает Вайт Найт. Вот где могут возить проблему у команды XL. Да, они забрали воздушного дракона. Но что им это дало? То, что топпер теряет темп, еще и две пачки пропустят. Это очень критичный момент. Пластины для Вайт Найта. Золото с убийства для Вайт Найта. Уже были собраны бронированные ботинки. И Рубином Кристалл. Играет с скачка, прожимает свой пьер, но он не так пока выходит. Получает прорушение и прокасывает лицо. А где же мы тебе этот тюбдак? И не добивался, что ли? Мог с Викиксом попробовать поиграть. В Викикс нажимает здесь свой скачок, воспоминение его. Не добивает. Хороший, кстати, скачок от Мики, то, что он дал его вниз, потому что команда там была ближе. Если бы он нажал его просто, знаешь, куда-то в сторону своей базы, то, скорее всего, его бы там догрызли. Но пока, опять-таки, стоит отметить, что Астралис очень прям цепко играют. То есть нет вот этого какого-то АФК-чила на карте, пока соперники выиграют, как это было на прошлой неделе. Здесь прям идет... Они прям грызутся за эту карту и XL, и Астралис. И на одной части карты Астралис за себя что-то получает на топе для Вайт Найта, но на другой части карты Маркун пришел, выставил Герольда, Патрик все это съел. 5300 у него, плюс практически 1000 золота на скобе. И Джинкс потихонечку начинает прям набирать хороший темп и жестко скейдится. Учитывая, что сила шторма уже готова, можно выходить во второй предмет, который в теории можно будет даже собрать уже горному дракону, который через 3 минутки у нас на карте появится. Вообще, смотря на Крипстат Нюкдаку, у которого на 13-20 137 миньонов, я не могу не отметить того, что и он скейлится прекрасно, пускай это не так очевидно в данную секунду. Но пока по сборке Вечный Холод планируется. Пока что. Потому что видно, вряд ли это рубиновый кристалл, который куплен, знаешь, там, для Серафима на потом. Располняющего камня. Скорее это Вечный Холод. Да, это должен быть точно Вечный Холод, чтобы можно было продлевать контроль после того, как кто-то в, соответственно, клетку попадет или наоборот. Или наоборот, Артем. Короче, в любом случае можно компить контроль и продлевать его и так далее. А можно и не компить отдельно давай. Я на душном, Артем. Секунду. Огно откройте, пожалуйста. Но недолго. О, Артем, я сейчас знаю. Я открою тебе окно. Я открою, и я, как бы, очевидно, что туда залезу, а вылезет кто-нибудь еще. И вот тогда он станет. Менее душно-очевидно, потому что полторы тысячи золота у Excel никто преимущества не отберет. Еще и Воздушный Дракон. Также мы видим, что Астралит смещается в верхний сайт Вечный Холод. Готов у них дака, как и скачок. Поэтому этот Вейгар с получением 11 уровня уже будет прям максимально ready to battle. А вот он есть. Вот и 11. Я вчера открываю твиттер. Есть там аналитик Cloud9, которого зовут Вейгар В2. И он ОТП Вейгар при этом на Хайла играет. И он, во-первых, был несказанно Рак, что рад то, что пикнули Вейгара в целом. Так еще и несколько комментариев дал по поводу Вейгара от нюхдака, что у него было супермало стаков. Им нужно как бы работать над ошибками. И посмотрим, что он напишет сегодня после этой игры нюхдака. Потому что по миньонам все идет нормально. Но вот достаточное ли количество стаков он получает, это уже вопрос. Я думаю, что Вейгар В2 может анализировать нюхдака сколько угодно. Это очень интересно. Мы обязательно прислушаемся к его мнению. Но также и самого нюхдака нельзя списывать со счетов, потому что если не изменяет память, нюхдак тоже на Хайла играет, Артем. Вроде как. Справедливо. Занзара на последней тычке успевает ударить в глаз Герольду, забрать его, однако вот скачок здесь придется. Прожимать пришлось безумный был, а пока нажимает только броню полымесяца, чтобы не получать урона внутри оглушения от нюхдака. Выходит спокойно астральность без потерь, прожав только ультимейт Занзары. Да, плюс еще Геройда для себя получили. Можно будет, допустим, медлайн-вышку потом в дальнейшем вскрыть, чтобы у Дажора было больше возможностей по карте как-то двигаться. Вроде как игра довольно активная, то есть много небольших стычек, которые, правда, ничем не заканчиваются. Счет у нас 2-2 к 16-й минуте, но при этом нет такого ощущения, что команда прям просто фармит и стелится. То есть пытается что-то кто-то навязывать, и идет хотя бы какая-то борьба за объекты, а они не просто так отдают. Я смотрю на ситуацию у XL и, в принципе, доволен и рад. Почему? Потому что Даджейс погиб на топе однажды, но он не потерял вышку и до сих пор лидирует там на 5-10 крипов в зависимости от состояния линии. На Мидеи и на АДшнике очень прекрасный скейл, шикарный скейл. Джинкс, Вейгар работают и в дуо отлично. То есть ты атакуешь Джинкс, забывая про Вейгара, ну, лови как бы две плюхи в лицо, которые тебя шотнут, если ты не к Синжао. Если ты атакуешь Вейгара, Джинкс расстреляет всю команду, поэтому надо следить за обеими целями, планируя свою атаку так, чтобы не дать никому быть на фрихите из этих двух ребят. Ну, а там еще и Джейс есть, который может какой-то фланг найти, поэтому угроз со стороны XL в плане именно нанесения урона достаточно. В общем, это такая, что танков у нас особо нет, особенно в ЛС. Там, если в регионалках орны какие-то появляются, то здесь все-таки больше какие-то керри топ-лейнеры. Джейс совершенно не опасен в лейтгейме в сомнении с этими. Двумя, Занцы инициируют об этом чуть позже. Идет лейтмейт Дажора, промахивается, а тут подловил пробей скилл еще и в Микки. Почти попал Бабло, выбегла из Микки флэш. Будет вечный холод от Дажора, попадает в Маркуну, но в это время пока она стреливает. А Джейс вообще урона не наносит в лейтгейме с этими двумя, объясню почему. Джейс это скорее прокастовый герой, нежели чем сустейний щит. Согласен с этим? Ээээ... Да. Но его прокаст слабее, чем у Викара. Зачастую. Если фул прокаст, да, но как бы Викара немного короче дистанцию имеет, чтобы свой прокаст стартать, а в то время как в лейте Джейс может тебе на пол столба просто шоковый заряд дать, и этого уже будет достаточно, чтобы какой-то файт начинать, поэтому оба персонажи опасны в лейтгейме и просто чуть по-разному играют, немного разные функции выполняют. И в любом случае респекте Джейса надо, кроковый заряд от Джейса с тремя предметами там с Кирильдой и с Муроманой и с Затмением будет супер неприятно. Я, если был сквишом без Магреза, в клетку Викара не рисковал бы вставать. Я так закончу. Я на этой мысли закончу. Потому что даже с поступью Меркурия без Макпена, если есть условные там Серафим Шляпа Вечный Холод, то у Викара как бы легонечко 800 АП собирается с трех предметов вот, на какой-нибудь в 28-й минуте, 29-й. Как бы это не очень приятно будет. Даже если у него не будет киллов. Маркун забирает Краба, наверх смещаются ребята из XL, можно здесь 4-2 устроить драку. Занза до сих пор здесь на нее есть скачок, не успевают подойти. Поэтому выходит господа из XL, оставляя Викара на боте, который, кстати, тоже нажимает свой рекол. Но мы знаем, что 14-я минута уже давно была преломлена, а это значит, что Нюгдак может нажать телепорт. И будет ли он это делать в драку прямо сейчас? Подцепили Синьба, взяли его, но Финн без маны. Вот оказия нет еще и даже на стаканной капле, особенно учитывая отсутствие денег на второй предмет, скорее всего, и Муромана тоже не будет. Вот есть зато Муромана слишком большой жезл. Собственно, Артем. В Муромане появляется Финна. Муромана, кстати, должна будет быть на стаканных драконов, поэтому XL будут подходить прям заряженными к следующему файту. Нюгдак должен выходить в Рободон. Вряд, ну, вообще, возможно, и появится к дракону за три минуты. Денег нужно будет достаточно, учитывая, что он только сарегова пришел, там нужно количество количество золота. Только есть какой-то файл будет, и ждет, где он какие-то киллы получит. Артем, 6 минут, 3 минуты, это 6 пачек. В обычной пачке 105 золота, если нет тачанки. Тачанка раз в две, а здесь ица царатоми подожоры, играют хорошенькие как Маркуда Слыша, забрали до Жора, но Слыша на драконе не будет. Вылазка на Патрика, хорошая волна. По Патрику играет волна. Занза промахивает с ветром и молнией, даже если попал, я не уверен, что это было бы хорошо. Оба троих там в танчу. Но Патрик даже особо не испугался, как будто, знаешь, он у него не атакует, а скорее он серфингом пришел заниматься и просто полноюбрекатился. Артем, время закрыть окно снова на минутку. Потому что 105 голды за пачку в среднем и за тачанку 80. 6 пачек по 105 это 630 голды и 3 тачанки 240. Получается, что за эти 3 минуты 870 голды плюс 2 голды в секунду это 360. Если Вейгар не будет брать лес и будет брать только линию, то он на фарме 1200 голды за 3 минуты. Это не 2 350 ни в коем случае. Пойдет и ответ на нижний сайт однако проблема в том, что джейс на боте особо и не нужен сейчас. То есть если бы он дал ТП на свободную линию, на которой некому пушить, запушил бы линию и хорошо ресетнулся бы к дракону это одно. Не, ну он ТП-то нажимал, потому что вынудили то, что там нажор нажимал ТП. Об этом и речь. Он нажимал ТП куда угодно. Жаль, что при этом он там не пригодился еще, а был бы прикольно. Вот так разыграть. Получается так. Я открываю одну арху. 5000 золота преимущества XL. Потихонечку подушивает соперника. Вайт Найта могут закрыть вместе с Пином и Нюкдаком. Хороший контроль идет. Гвен пока живет, но сейчас еще ультимейт пролетает. Урона пока не хватает. Ракета! Было близко. Не было за Артем. Собственно, не попадает ракета, Вайт Найт выживает. Еще 3-2. XL ведут хорошо перед Мазским Драконом. Они готовы максимально. Может быть, Нюкдак скоро отправится на рекорд за слишком большим жестом, если получится. Он появляется у него, кстати, и он появляется. Знаешь, о чем это говорит? Так. О том, что у него было еще золото в Беге, когда он покупал первый жест. Получается, ну, на работном все равно не хватит, аж минут остается до Дракона, который вообще для себя спокойно получит. Я думаю, что Астралис даже не пойдет контестить. Учитывая, что если бы были бы два с половиной предмета, если бы были бы онлайн-ставки, у них Дака появится или прямо сейчас до Дракона Шляп Рабадонна? Для этого ему нужно три килла сделать и до рекола отправиться. И успеть до того, как Дракон появится. Коэффициент был бы 99, мне кажется. Так. Пытаются за Мидлейд сейчас немножечко здесь Астралис попадаться. Мне кажется, можно было спокойно уйти на сайдлинии и просто фармить сейчас этого Дракона отдавать. Учитывая, что два с половиной предмета у Патрика у них Дак тоже очень сильный. Старыми предметами у Астралис они пахнут. Занза сильно получает сейчас урон по лицу. Надо отходить. Продавливают и Текстель еще и Патриек играет вперед и Силы Шторма заберет убийство. Забирает он убийство. Занза отправляется к Кристаллу и счет 4-2. Их сель спокойно Дракона Фришна заберут. Более того, еще возможно и Вижен поставит свой на бароне за контесте в тем самым нейтральную территорию. Потому что Нью-Даку спешить некуда. У него шляпа не за горами. Несмотря на отсутствие киллов или содействий. Но ему осталось там угол 2800 примерно. Может быть 700 даже. 205 стаков есть у Вейгара хороший результат. Не знаю, что там скажет Вейгар В2. Как по мне результат хороший. Потому что если ты идешь 10 стаков в минуту это шикарный результат. Это прям бомба. Вот. Говорите, чуть меньше в числе тоже адекватно. Патрик здесь. Ну, я не знаю, зачем так агрессивно вообще сейчас Астралис и Заранза в том, в частности пытались законтестить медлайн-пачку. И в итоге просто в родном месте отдают еще одну бисту Патрику у которого и так был БФ сейчас практически грань готова. Кирку еще сверху докупает. И осталось там буквально пару минут чтобы вернуться на базу соответственно купить все грани бесконечности и зафиксировать прибыль. А на вертелине White Knight вместе с Промиской пытались подловить Фина. Но Фин не покупается на это. Хотя все еще остаются засада. Но при этом еще и Маркун двигается такое чувство что есть информация о том, что Промиски с Вайт Найтом здесь Финп и чекает много урона по нему пошло и забирают убийства White Knight. Более того еще и шатдаун забрали с Фина в 200 голды который имел счет 0-1-3. Такой вот рафляный момент. Причем он сначала получил содействие потом погиб потом два содействия и за счет вот этого фарма получил на себе шатдаун который снимает White Knight очень приятное убийство для Гвен 500 голды на дороге не валяются. Выходит White Knight от Ганга сверху Занза в это время Чилова знаешь так смотрел телевизор. в фарме Гампа будучи уверенным что White Knight точно выйдет. Разговаривал ли он при этом с левизором когда я его все отрел? Артем только если в этот момент кто-то не забил гол. Тот самый у них Дака шляпа уже есть он должен реколиться сейчас ее покупать. Да там и шляпа и грань практически готова и XL будут заряжены на то чтобы какую-то драку для себя искать можно будет мне кажется даже и на Шора попортить учитывая что максимальный пик силы сейчас будет и у Джинкс и у Вейгара у Вейгара АП так 550 наверное должно быть у Вейгара максимальный пик силы вот с этой секунды до конца игры в принципе он всегда максимальный потому что он никуда не торопится вообще тут кстати Фина хотят дальше душить Занза оказывается в ботсайде при этом на Шор точно должен быть сейчас для XL потому что Фин так неплохо знаешь пропихнул Занзи на полхпс прокаста и вышел не тратя ничего ну тратить было и нечего хорошо начинаем на Шор на Боте да вышку отдали но зато здесь Форс Барона однако Вард спалил их поэтому их цель быстренько делают Барона о чем знают уже Астралис и пытаются это законтестить но не будет здесь так хп на ближайшие 5 секунд Гвент 6000 хп заходит по-моему Астралис успевает зайти потому что 4000 хп остается и не имеют права доделать этого Барона потому что Астралис заходит в слагу уже 2500 тысячи есть У Вайтайта уже очень мало хп его пробил Фин Фин стоит рядом занимает позицию Занза ворует Барона но поможет этой команде Астралис Маркун погиб танкует Занза очень сильно но Коби не стреляет у него мало хп падает дожор и чейзер дальше их цель забирая двоих и продолжит играть по центральной линии благо здесь пара миньонов еще есть будут ли сплетить на два лайна чтобы взять две вышки это два я смотрел на Занза когда шел к этому на Шору я так верил в то что он его сейчас реально со стилем это что аж хлопал когда он это сделал очень долго делали надели этого на Шору и Цель хотя казалось три предмета есть уже у Джинкс хороший пирд от дожора был но и Занза прекрасный смайк при том что Маркун свою кару также нажал но нажал ее чуть рановато переволновался молодой но Занза на опыте берет свое еще и убийство на Висине правда неприятно что даблкил для Нюктака и этот Вейгард становится еще сильнее еще больше у него будет АП и еще больше предметов дальнейшей траки которые через минуту у нас будет потому что будет дракон морской которого их цель определенно хотят для себя получить учитывая что это будет третий для них драков и возможно потенциальная полпой может быть и так но все таки Астралис имеют три бафа Длани Барона это приятно где-то можно протолкать крипов промискью Коби и Вайт Найт обладают этим усилением как раз Маркун кикает Занзу потом нажимает скачок естественно есть достаточное количество урона уже у Патрика благограмь бесконечности плюс еще и крит плащ собраны третьим и четвертым предметом соответственно есть очень много урона у Эти Джинкс опережает он Коби по темпу серьезным образом 3-1-2 у Коби 0 киллов ассист только 1 вышек снесли Астралис меньше на одну Дажор промахивается ультой а это значит что Патрик будет настреливать и настреливать эту вышку это 2 что в итоге приведет к ее смерти Вайт Найт забирает тавра на топе нет киллов у Фина все съел Нюкдак и Патрик съели но у Фина есть достаточное количество ассистов почти готов третий предмет приколится Вайт Найт с большим количеством брони что не мешает Нюкдаку наносить урон если грамотно поймает его в контроле безусловно если будет стоять поле в Гвен туда не будет торопиться Витгар с отсутствием секундомера так еще и пособезда собирает третьим предметом то есть максимальный урон а в кого давать бродя полумесяца у Занзы в него так просто не дашь у Вайт Найта песочные часы и Жонни плюс есть еще и свое поле не говоря о плаще Негатрона который дает еще 50 Магреза в идеале надо играть по Коби или Промискью у них нет песочных часов Жонни ни тинасти как такового то есть стойкости ни других защитных показателей но играть по ним не хочется потому что Промискью не опасен Коби практически тоже Косты можно дать уже после того как Жонни будет там времени много можно выиграть с помощью клетки и так далее и после уже Жонни все равно можно будет дэмэш свой залить а нужно все-таки наверное какие-то плохие новости сообщить для людей которые переживают за Астралис вроде конечно как Коля состилил на Шора и можно время потянуть и поскейлиться но при этом как бы справа Вейгар и Джинкс которые скейлиться намного лучше чем Люциан и Векс и у Астралис был такой скорее все-таки темпо сетапа с бутлейном который должен был выходить вперед с мидлейном который должен был как-то оказывать давление на карту в итоге этого не получилось и этот на Шор по сути просто выиграл время для того чтобы их цель чуть-чуть еще поскейлить и уже со следующим на Шором скорее всего могли бы эту игру заканчивать учитывая что сетап в мидлейтгейме выглядит у них гораздо сильнее три предмета уже у Патрика к следующему на Шор должно быть наверное уже все четыре и что сейчас сделать Астралис пока не особо понятно они пытаются найти какие-то моменты какие-то вылазки на карту но пока абсолютно ничем удачным для них это не заканчивается мне напоминает Векс что-то среднее кстати между Лиссандрой и Лебланкой между прочим безрослым ну да что-то типа такого так что-то типа за спине еще и телепорт но это улын это улын пошел улын от Занзы пытаются закрыть пять в С4 до того как нажмет телепорт свой нюкдак а он уже его нажал и забирают Маркуна за это время будет ли грамотная клетка да она станет Коби но Коби нажимает очищение в этот момент Микки Икс и Патрик на верхнем сайде дерутся два в С4 зоне оппонентов ладо есть такая опция у Джинкс которая кидает ракету но Занзара прервает своим телом ее полет однако это не мешает Патрик улететь дальше ошибка от Патрика сайдстеп нажал на Зан для того чтобы сдожить фирму не сдожил еще и не добил Дожора а как бы мог пойти вперед размин-то один в один и у их цель есть опция взять Т2 но мне казалось что они могли сыграть лучше казалось бы Коля повсюду детей в страх но в итоге напугал Патрика именно Дожор с помощью своего умения неплохая вылазка от Астралис Занза сидела как настоящий партизан просто в верхней части карты пошел телепорт то есть первые именно на этом плей были Астралис Занза выиграл очень много времени в бэклайне пока его команда дошла и пошел улын вместе с Вайтнайтом с помощью ультимейта Бекс сначала в Маркуна дальше уже Бекс получил ресет полетел в Микки Икса но урона не хватило плюс еще и изнурение было на него повешено и дальше в развороте уже Патрик начинает настреливать здесь Занза знаешь как в фильме когда блокирует какую-то пулю там от своего керри Занза полетел просто съел эту ракету собственным лицом но в итоге все равно погиб дальше пытался Патрик настреливать и хватил все равно эксцель из этой ситуации вышли по сути победители что ж 8-5 ведут эксцель у них есть опция через минуту 45 подраться за свой соулпойнт и конечно для Джинкс морской дракону четвое наличие Лулу в ее команде это очень крутая история потому что сустейн будет по плоти есть уже англохранителя получается что готовы ребята из эксцель сейчас доминировать эту карту броня полумесяца сражатая хороший кик от маркуна патрик стоит мили рендж поэтому пацан может из чего разыграть нюкдак шалеет свой ультимейт кидает только комету но из нее урона достаточно благо после бездны есть ровно как и 788 оберите пауэр напоминаем на всякий случай ребята что у кометы что у кометы нюкдака нюкдака апэскел картем какой нюкдака а я не знаю апостилы вегара я так один артем один это инсейн с количеством амб это больно это прям супер много апостил 1 поэтому она дамажит вот 857 плюс базовый урон я его не знаю но комета макс и последним точно там около 200 то есть больше 1000 урона с одного спела это прям да здесь просто против фигара в целом трудно играть астралис потому что у них такой сетап что они хотят идти в соперника и векс хочет лететь и ксин хочет лететь дюкдак просто ставит стенку и как бы векс летит упирается в эту стенку и приехали соответственно никуда это здесь не долетишь астралис очередная их попытка спрятаться где-то во вражеском лесу но эксель при этом вообще идут совершенно в другую часть карты запушивать сейчас центральную линию через 10 секунд у них появится морская душа при этом астралис все еще в засаде у них есть контрольный тотем они точно находятся вне зоны обзора соперника эксель просто мне кажется сейчас астралис потеряют честно говоря базу свою то есть нюкдак видит происходящее и говорит типа рофл бау происходит дамы и господа как бы немножко немножко база потерялась устраивает ли команду эксель забрать два ингибитора и отдать морского дракона да вообще да вообще конечно же более чем устраивает при этом опять смотрю на как эксель как астралис могут выиграть драку против эксель сейчас когда у патрика есть уже ангел-хранитель будет две самонархи в дальнейшем к нашору когда есть ангел-хранитель у Фина который он сейчас получается с ресета у него был до этого секундомер есть секундомер у лисина единственный таргет по которому можно попробовать сыграть это нюк дак но при этом у него также есть и скачок есть и клетка то есть он все равно много времени для себя выиграет и все это сверху с лулушкой а при этом смотришь на астралис и вроде как по три слота нет по три слота есть у Люциана и у Векс мне кажется этого все еще недостаточно чтобы можно было какой-то таргет лопнуть что ж что будут делать их цели могут пойти на бот и попытаться дожать третий ингибитор а могут ждать барона или морского дракона но вот беда ингибиторы к этому времени уже восстановится они с супер миньонами должны сейчас додушивать просто третью сторону учитывая что есть много урона в Джейса который может постоянно свой дэмэдж заливать при этом они могут вышку с двух сторон обойти или просто в целом пойти по Митлэйду как Патрик это сейчас делает супер агрессивно Микки его постоянно бафает и Патрик на скорости бежит вперед и хочет попробовать пострелять своими ракетами Астралис как-то это все пока респект телепорт идет в спину на нижней линии от Вайт Найта довольно далеко и это будет последняя попытка Астралис что-либо сделать в этой карте но пока у них ничего не получается благо телепорт Вайт Найта идет слишком позднее они потеряли уже это 4 и 3 ингиби финальная драка от Астралис сейчас когда Коби находится на фонтане и регенит свои здоровья пока Занза погибает уже сдав свой ультимейт не нажимая скачок 5-4 будет конечно достаточно нетрудно и к цели разобраться здесь потому что Патрик очень много урона наносит Дажор дает неплохой проказ по Маркуну но только выбирает стерак и больше ничего Маркун выживает падает Дажор с ультимейта Патрика Патрик в ярости в контесте дальше позицию оппонента у Нексуса 11-5 и к цели заканчивают 3 недели со счетом 3-4 ровно как и Тим БДС увы Астралис за первые 3 недели без побед как им бороться дальше за какие-то места в сезоне регулярной стадии ЛСС пока не ясно 0-7 Астралис после трех недель впереди в первом круге остались еще SK Gaming Vitality где Vitality трудно будет обыгрывать учитывая какую форум они показывают и вот SK будет последний рубеж где можно будет хотя бы попробовать одну победку в первом круге для себя получить заканчивать 0-9 будет мне кажется прям совсем грустно ауч а 0-18 Артем давай возьмем дальше то есть понимаешь окей допустим 0-18 1-17 2-16 это каждый из этих счетов то есть хотя бы 4-14 говорит о том что есть какой-то просвет вы же какие-то игры взяли но 3-15 это прям вообще ужас все что еще ниже это супер плохо ничего не идет у Астралис дамы и господа и не можем с Артемом утверждать что победа XL была хоть сколько-то неуверенная потому что хороший скейл да не было адского лидерства на ранней стадии но учитывая и сетап оно и не требовалось Джинс и Вейгер доскились и сделали свое дело а вот кто его еще не сделал во втором сегменте аналитики так это конечно же Арман и Михаил ребята вам слово спасибо Юри спасибо Артем команда Астралис продолжает падать если конечно это до сих пор возможно конечно мрачная неделя до недели которая вроде бы начиналась неплохо да ты сможете BDS и XL игры вроде бы на бумаге выигрываемые BDS были 1-4 XL 2 победы всего плюс замена в составе но за 2 игры вообще ничего кроме украинного барона мрачно грустно Михаил допустим тренерские наработки не помогли то есть вот замен тренера провели так сказать твои стратегии имплементировали дальше что если продолжаем проиграть вообще пока у Астралис очень такие призрачные шансы на то чтобы в принципе не нулевой счет то есть не 100-0 отлететь потому что у них следующая игра против EskGaming шансы есть но вот что будет после EskGaming это тихий ужас то есть там G2 Mad Lions Vitality Rock против них играть это это честно очень страшно будет за этим наблюдать потому что с учетом этой игры когда их цель команда которая во много раз слабее чем те же самые Mad Lions или Vitality так их просто уделывает забирая все объекты практически да на Шора стилили но опять же тот темп в котором сейчас XL двигались просто идеальный при том что пытались душить Фина это никакого влияния на игру не оказывало убили Фина 2-3 раза на этом все закончилось то есть Фин спокойно себя чувствовал абсолютно необходимый для своей команды импакт оказывал при этом Патрик на Джинкс просто уничтожал карту казалось бы вы пикнули агрессивную связку на батлей Люциан нами вы хотите забирать раннее преимущество при этом на батлей у Астралис преимущества не было но никакого от слова совсем то есть Люциан нами постоянно были под вышкой Джинкс постоянно получала киллы пластины она получила вышку она получила аутфарм она получила я честно не понимаю что нужно было делать команде Астралис чтобы выиграть эту игру наверное просто Патрику не отдавать 200 киллов вот мы сейчас видим то что очень сильно полезно Патрик они дооценили его Занза просто влетел Патрик его уничтожил и опять же комп у команды Астралис был такой где-то скорее не проблема комп Астралис а проблема пика Вейгара то есть они элементарно не могут залететь противников потому что стоит клетка Вейгара Ксинжао пытается смелый рывок сделать Векс пытается притянуться ничего не получается стоит клетка Вейгара они просто об нее разбиваются почему тогда если Вейгар такой сильный персонаж Михаил почему его нет в каждой игре Вейгар не сильный просто Астралис пикали Вейгар не такой сильный как он может показаться с моих слов просто именно против сетапа команда астралис он был крайне полезен то есть в этой игре стараюсь проиграли драфте не совсем то есть сама задумка драфта была неплохая вы выигрываете early game через бот-лейн у вас есть хороший топ который вы душите и все у вас прекрасно но проблема в том что вы душили топ недостаточно либо недостаточно сильно либо просто финн умеет камбекаться из 0 хорошо можем ли мы душить топ если у нас стронг сайт на боте михаил не знаю честно это конечно будет решение хотелось чтобы команда астралийс на ответ на этот вопрос потому что я напомню что в европейской сцене вообще на западной сцене с нулем поражение с нулем побед пока что регулярный сезон никто не заканчивал были конечно плохие результаты были там счета на уровне 523 когда были четырехнедельные четырех круговые сплиты но с тех пор много воды утекло и вот с нулем побед пока что никто не заканчивал астралийс до сих пор теоретические шансы сохраняют но мы того конечно не хотим хочется чтобы все команды были конкурентоспособны но пока что excel на коне астралийс 0 7 жаль увидимся уже на следующей неделе а дальше у нас еще три матча один из которых начнется буквально через несколько минут миссис гейминг после вчерашнего хардбрейка против команды мэдлайнс которые пусть и не простые игры но выигрывает полчаса победить сегодня скоро узнает